Крещение Господне еще называют богоявлением. Накануне в храме прошло торжественное богослужение, а верующие этой ночью имели возможность испытать силу духа в купелях с холодной водой. Крещенские купания – один из традиционных обрядов праздника. На озере Газбужье к 10 часам вечера собралось духовенство, прихожане и верующие. Здесь обустроили купель, оснащенную безопасным входом, перилами и ступеньками. Напротив купели, освещаясь большим фонарем, стоят три белоснежных креста. После молитвы Отца Александра в честь крещения, все могли наблюдать за обрядом водосвятия – освящения воды. «Быть окропленными святой водой некоторые посчитали для себя недостаточным и с головой окунулись в нее. Церковь не считает обряд крещенского купания обязательным и благословляет на него только здоровых людей, которым такая экстремальная процедура не противопоказана». «Для каждого человека свое собственное желание в этот день проявить веру, твердость характера, ну и, конечно же, осветить себя крещенской водой. Но даже если и несколько капель попадет на лицо человека, этого вполне достаточно. Поэтому, кто может, пожалуйста, пользуйтесь этим. Кому трудно, у кого есть какие-то ограничения по здоровью, в случае не рискуйте. Потому что чрезмерный риск – это грех. Ввергать себя в опасность без нужды – это грех». Но все же без крещенских купаний представить себе праздник практически невозможно. У Иордании сразу собралась очередь. «Погружение в воду – очень серьезное испытание для организма. Поэтому у купели дежурили специалисты». «В первую очередь хотелось поздравить всех православных с праздником, до крещения, пожелать им успеха, благополучия, здоровья. Ну, у нас, как обычно, да, все в штатном режиме, безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, приехали на скорую помощь, сотрудники полиции, ну и ГИБДД». «Среди тех, кто окунается в прорубь, мы видим много знакомых лиц. Для них это ежегодная традиция». «Как ощущения?» «Прекрасные, замечательные. Какое-то успокоение души, ну, можно сказать, даже очищение». «Который раз уже вы это делаете?» «Ну, не первый, где-то, наверное, раз третий». «А вообще как-то готовитесь к этому? Закаляетесь заранее или прямо спонтанно?» «Ну, в основном спонтанно, но просто вот эту баню очень часто посещаю, и после парилки регулярно туда. А вот на холодную – это, конечно, труднее». А есть и те, кто первый раз испытали на себе целительную силу крещенской воды. «Вы первый раз сегодня окунались в режиме?» «Первый раз окуналась в связи с тем, что несколько лет планировала, но не хватало, так скажем, силы воды». «Как вы готовились?» «Никак. Просто настрой. Просто настрой. Вот. Если будешь уверена, если ты веришь в Бога, и ты знаешь, что ты выйдешь оттуда на самом деле, то абсолютно не страшно. Когда ты собрался выходить после третьего раза, и ты понимаешь, что ты еще не умылся, и у тебя сухая голова, ты делаешь шаг назад, умываешься, но ты выходишь, одеваешь халат, и все. Вот подъем и вперед. И не холодно». После купания в здании городской бани можно было переодеться и согреться горячим чаем. Каждому человеку в этот вечер Господь через капли освещенной воды дал благодатные силы для борьбы с грехом. Эта вода заряжена божественной силой. Стуча зубами от холода или энергично обтираясь полотенцем, верующие говорили, что крещенское купание на самом деле зарядило их энергией, которая согревает.